Итак, Павел оставляет Эфес в конце 19 главы и снова направляется в Грецию. Продолжается третий миссионерский поход. Он выходит и отправляется в Македонию, проходит много разных мест и приходит в Грецию. Конец второго стиха. Он проводит там три месяца. Против него замышляют злое. Его хотят погубить. Он собирается пойти в Сирию, потому что хочет попасть в Иерусалим. В конце концов, именно в Иерусалиме он и хочет оказаться. Но возвращаться в Иерусалим он будет через Македонию. И с ним идут несколько человек. И они ждут в прибрежном городе. Они ждут его в Троаде. С ними находится Лука. Он отплывает из Филипп, из того города, в который он, собственно, и приехал в первый раз, как Павказ попал впервые в Грецию. Потом попадает в Троаду. В Троаде он проповедует. И проповедует долго. Мне нравится. Он длинную проповедь проповедует. Поэтому... Мне это очень нравится. Поэтому, когда я слушаю, когда я проповедую длинные проповеди, я вспоминаю об апостоле Павле. Так вот, он проповедует. Ночь. И, очевидно, комната это была на трех уровнях. И на третьем уровне, на самом верху, сидит юноша. Вы, как-нибудь, слышали такое выражение? Наверное, есть оно и по-русски тоже. Выражение «он говорит во сне» или «она говорит во сне». Знаете, что делает проповедник? Проповедник говорит в чужом сне. Я пастор уже на протяжении 34 лет. И очень часто, когда я проповедую, я вижу, что кто-то спит. Ну, так бывает такое. Это реально. Конечно, неприятно. Конечно, не по себе. Потом думаешь, ну, может, человек поздно уснул сегодня. Может быть, не выспался. Надо ему отдохнуть. Но бывает и так. Прихожу я в церковь, и мне не надо проповедовать. Я сижу, слушаю, и закрываю глаза, и отдыхаю. Потом ловлю себя на этом, и все-таки превозмогаю себя. То же самое было и у Павла. И один молодой человек, юноша, мы даже знаем, как его зовут. Зовут его Евтих. И он засыпает в церкви. Засыпает во время проповеди. Сидел он на верхнем уровне, и он упал. Упал сверху с третьего уровня. И упал вниз на землю. И сломал себе шею. Когда его подняли, он был мертв. Десятый стих. Павел, сойдя, пал на него, и, обняв его, сказал, «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Павел воскресил его из мертвых. Это второе великое воскрешение в Деяниях Апостолов. Их либо два, либо три воскрешения в Деяниях. Тавифа, серна, который воскресил Петр в 9 главе. Ефтих, которого воскресил Павел в Траде, 20 глава. И, возможно, Павел также воскрес после того, как побили его камнями в 14 главе в Листре. Мы узнаем в Евангелиях о трех воскресениях, кроме воскресения Христа. Сын вдойвы Наинской, дочь Аира и Лазарь. И два воскресения, может быть, и три воскрешения в Деяниях Апостолов. Возможно, или даже уж точно, что Господь Иисус воскресил многих из мертвых. Нам говорится только о троих. Возможно, апостолы многих воскресили из мертвых. Мы узнаем только о троих из них. Или двоих даже. В каждом случае нам дается достаточно фактической информации, чтобы мы могли опровергнуть это сообщение, если этого на самом деле не было. И Аир был начальником синагоги в Галилее. Все знали, кто такой Аир. Все знали, что он начальник синагоги. Если бы Иисус не воскрешал 12-летнюю дочь Аира, то все бы знали, что ее не воскрешал Иисус. Так что, какой смысл было бы утверждать, что произошло воскресение, если воскрешения, если его на самом деле не было? Вдова, о которой мы говорим, жила в маленькой деревеньке. В этой маленькой деревеньке жила только одна вдова, сын которой умер раньше нее. Если бы Иисус ее не воскресил, если бы Иисус его не воскресил, а ученики бы это придумали, их бы сразу обличили. Вифания была рядом с Иерусалимом. Не все в Иерусалиме знали кого-либо в Вифании. Но все жители Вифании знали хоть кого-то в Иерусалиме. Если воскресения Лазаря на самом деле не было, это стало бы всем известно. Все знали, кто такая Тавифа. Она была известна. Если бы Петр не воскресил ее из мертвых, если бы это были только ложные басни, ложные рассказы, Евангелию это никак не помогло бы. Наоборот, воспрепятствовало бы. Этот молодой человек упал при большом скоплении народа. Все знали, что он мертв. Если бы Павел не воскресил его из мертвых, а просто было об этом написано в книге Деяне, то все сразу поняли бы, что это нож, потому что свидетелей слишком много. Когда Священное Писание говорит о том, что произошло воскресение или воскрешение, всегда говорится о том, где это произошло, говорится о том, какие были семейные соотношения, семейные отношения, или, по крайней мере, говорится имя воскрешенного человека, для того, чтобы можно было четко понять, кто и когда был воскрешен, чтобы, если кто-то скажет, не было такого, чтобы можно было проверить и убедиться, что это действительно было. Это можно доказать в этом поколении, в этом месте. Итак, этот юноша засыпает и умирает. Павел воскрешает его из мертвых. 12 стих говорит о том, что его привели живого. И церковь возрадовалась. Они общаются, они принимают причастие, и Павел покидает их. Он хочет попасть в Иерусалим к дню Пятидесятницы. Он отправляется на побережье. Он пытается сесть на корабль. И в этот момент старейшины эфесской церкви приходят навстречу с опросовым Павлом. Старейшины эфесской церкви приходят из Эфеса в портовый город, где Павел встречается с ними в последний раз. В свое время он привел их к Христу. Он основал там церковь. Он пытается попасть в Иерусалим. Помните, что во время второго миссионерского похода его просили остаться в Эфесе. Он отказался, но обещал вернуться. Теперь, во время третьего миссионерского похода, они приходят, чтобы побеседовать с ними. Он собирается их покинуть, оставить, но он знает, что не вернется. Он знает, что они его больше никогда не увидят. Пресвитер и церкви приходят на последнюю встречу с апостолом Павлом. Лука записывает слова, которые сказал апостол Павел Пресвитерам Старейшином церкви. Эти слова принят называть наставлением Павла Эфесским Пресвитером. Деяние 20 главы. Это одна из самых известных сцен книги Деяния апостолов. Павел в этом выступлении, в этом обращении описывает свою пасторскую философию, свой пасторский подход, свою стратегию служения. Он также дает краткий обзор своему служению. Он говорит о том, сколь велики его планы, сколь захватывающие его планы. Он совершил не одно великое дело, а множество великих дел, не забывая при этом и мало. он говорит, вы знаете, как я проводил время с вами. Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел Васю, все время был с вами. Вот это одна из опасностей так называемой электронной церкви. Кассеты — это здорово, компакт-диски — это здорово, DVD — это здорово. то, что мы делаем сейчас, то, что мы записываем сейчас, услышат люди, которые никогда не познакомятся с нами. Лично радио достигает людей, с которыми мы никогда лично не увидимся. Телевидение достигает людей, с которыми мы лично не встретимся. Однако нет заменителя, нет замены для живого служения. Жизнь к жизни, лицом к лицу, когда мы прикасаемся к людям, когда мы взаимодействуем с людьми, когда мы сидим с ними в одной комнате. Нет ничего другого, нельзя это никак заменить. Нам нужно проводить время, уделять время тем людям, с которыми мы служим, среди которых мы служим. И вот Павел и говорит, вы помните, как я проводил время с вами? Я был с вами. Понимаете, людям все равно, людям не важно, сколько вы знаете. Людям не важно, сколько вы знаете, пока они не увидят, насколько они важны для вас. Людям не важно, как хорошо вы преподаете. Они хотят убедиться в том, что вы их любите. Людям не важно, какое у вас образование. Они хотят убедиться, что они для вас небезразличны. Павел это знал, Павел это понимал, и заботился о них как пастырь. 19 стих. Он говорит «Со всяким смиренномудрием и многими слезами среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев». Иногда страдание уводит людей из служения. Я жил в Америке, в Мемфисе, на реке Миссисипи, штат Теннесси. А в Мемфисе поют много песен. Именно там, в Мемфисе, в дельте реки Миссисипи, сложилось музыкальное направление, которое называется блюз. Именно там сложился уникальный американский музыкальный стиль. Все это происходило в окрестностях Мемфиса. Так что Мемфис — чрезвычайно музыкальный город. Мемфис упоминается в большем числе американских песен, чем любой другой город в Соединенных Штатах. А в Мемфисе поют действительно много песен. Даже группы, которые никакой связи с Америкой не имеют, пишут песни о Мемфисе. В 19 веке в Мемфисе была великая желтая лихорадка. Многие люди попрощались тогда с жизнью. Было страшное страдание. Протестантские пасторы уехали тогда из Мемфиса. Католические священники остались католицизм и сегодня чрезвычайно силен в Мемфисе. Почему? Да как раз вот поэтому. Когда пришли страдания, католические священники остались с народом, с людьми. Я протестант. Я не католик. Мне неприятно вспоминать об этом историческом факте. Но я должен быть честным. Я должен говорить правду. Павел говорит, что я был с вами со слезами. Когда были испытания, когда приходили страдания, умирает жена, умирает ребенок. Человек страдает. В такие минуты Павел был рядом с людьми. Это настолько же важно, как и его учения. Павел был с ними день и ночь. Он вспоминает об этом, и они помнят это. «Вот через что прошли мы вместе», говорит он. А он продолжает в 20 стихе, «Как я и не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам». Его учение было всеобъемлющим. Он преподал им все. Я иногда проповедую по книгам из Библии стих за стихом. Я беру первую главу, первый стих и проповедую по всей книге. Потом перехожу к другой книге. Так я веду свое пастырское служение. Меньшинство людей поступают так, большинство людей поступают иначе. Но я проповедую от начала до конца по книге, вот почему. Если я начну выбирать себе темы для проповеди или стихи для проповеди, то я так и буду проповедовать о том, что мне больше всего нравится или что мне проще. Ежели я проповедую по всей книге, то руководством моим будет то, что говорится в книге в Священном Писании. Я не смогу выбирать. Он говорит, «Все, что было полезно для вас, все это я вам передал». «Всему этому я вас научил». Написано также, что он прилюдно при многих людях учил, так же, как, допустим, было в зале в училище некого тирана, но и по домам. Он говорит, «Я вам проповедовал». Иногда люди в движении домашних церквей в замечательном совершенно движении, которое Господь благословляет в таких местах, как, например, Китай, да и в Союзе и Союзах Америки тоже. Так вот, иногда люди в домашних церквях, которые любят домашние церкви, говорят о том, что только так нам следует собираться. Только в таком формате следует встречаться христианам. Павел говорит, «Я учил вас прилюдно и учил вас по домам». Иными словами, по-разному. Давайте собираться и изучать Библию. Неважно где. Можно в большом общественном месте. Можно в маленьких домах, квартирах, где угодно. Главное только, чтобы это было. Главное только, чтобы это было повсюду, куда бы мы ни пришли. Читаем дальше. 21 стих. «Возвещая иудеям и эллином». В некоторых периодах «торжественно возвещая иудеям и эллином». Я очень люблю юмор. Я редко здесь шучу в наших лекциях, потому что, чтобы понять юмор, нужно понять нюансы языка. И мне, носителю английского языка, сложно шутить здесь среди носителей русского языка. Сложно мне сказать, что им такое смешное. Нет, иногда я говорю смешные вещи, хотя сам этого не понимаю. Но юмор это здорово, действительно здорово. Это великий дар Божий. И юмор можно поставить на службу Евангелия. Однако в наших американских церквях мы слишком часто заботимся о том, чтобы люди у нас смеялись. Иногда мы слишком часто заботимся о том, чтобы людей развлекать. Мы не проповедуем, мы не провозглашаем Слово Божие. Речь идет о душах человеческих. Речь идет о вечном счастье или о вечном страдании. О вечном счастье, которое невозможно потерять, или о вечном страдании, которое невозможно преодолеть. Речь идет о серьезных вещах. И Павел говорит в Эфесе, что он серьезно проповедовал, он серьезно провозглашал, торжественно провозглашал Все это иудеям и эринам. Иными словами он очень серьезно учил. Обратите, пожалуйста, внимание на контраст. Он говорит и иудеям, и эринам. Он охватил всех людей. Он говорит, что был с этими людьми и прилюдно, и по домам. И с иудеями, и с эринами. По всем городам. Проповедовал днем и ночью. Он говорил о покаянии перед Богом в вере. В Господа Иисуса Христа. Все это тесно связано. Покаяние – это решение нашей проблемы. Проблема того, что мы не в ту сторону идем. Вера во Христа – это начало решения проблемы. Я знаю очень хороших христиан, очень любимых для меня христиан, важных для меня христиан, которые забывали, что такое подлинное покаяние. Они говорили буквально так. Покаяние – это только в Ветхом Завете. В Новом Завете только благодать. Покаяние к Новому Завету не имеет никакого отношения. И это не так. В России вы на самом деле ближе к истине, чем мы, американцы. Потому что в России спасение часто называется покаянием. Вы не говорите «я спасся». Вы скажете «я покаялся». В этом плане россияне более точно говорят, потому что именно о покаянии часто говорит книга «Деяния апостолов». Покаяние – это часть Евангелия. Покаяние – это часть Новозаветной проповеди. Апостол Павел проповедовал покаяние пред Господом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. Последняя проповедь Иисуса Христа включает в себя призыв к покаянию. Затем Павел говорит о своих планах, начиная с 22 стиха. И вот ныне я иду в Иерусалим. Я не знаю, что там будет. Знаю, что там будет нелегко. Я знаю, что будут и заключения. А будет тюрьма, будет преследование, гонение. Но дальше он говорит, что все это – часть Божьей воли для меня. И не буду я от этого прятаться. Не буду я от этого скрываться. Нечего мне бежать от Божьей воли. Я с самого начала знал. Помните, что сказал Иисус, обращаясь к Анании в 9 главе? Он говорит, «Павел надлежит пострадать за меня, и его служение будет включать в себя страдания». В свое время Павел заставлял христиан страдать. Теперь Павел, уже став христианином, сам будет страдать. Из-за него страдали другие люди, когда он сражался против Христа. Теперь он будет страдать сам, поскольку сражается за Христа. Совершенно откровенно. Он говорит им в 25 стихе, «Все. Я знаю, что уже не увидите лица моего, все вы, между которыми ходил я». Не было там видеозаписей, не было скайпа, не было фотографий, не было даже телефонов. Ничего не было. Они никогда не услышат его голос. Они никогда не увидят его лицо. Мы, миссионеры, живущие в 2011 году, привыкли к тому, что все легко. Я сажусь в самолете, в самолет в Будапеште. Через два часа я в Амстердаме. Потом сажусь еще в один самолет. И через девять часов я в Мемфисе. Я уже с детьми своими. Я уже с семьей. Или я лечу в Атланту к маме. Я поднимаю трубку телефона, слышу голос моего ребенка, слышу голос моей мамы. Я выхожу на скайпе, я вижу своих внуков, и я беседую с ними. Я возвращаюсь в Америку по крайней мере дважды в год. Месяц назад я был в Америке, и через месяц снова буду в Америке. Какая уж тут жертва. Никакой тут жертва. Но понимаете, что еще сто лет назад миссионеры осознавали, что, уезжая на миссию, они уезжают навсегда. Более того, вместо чемоданов они использовали свои собственные гробы. Они собирали свои пожитки, свои вещи при поездке в свой собственный гроб. Чемоданов они с собой не брали. Они везли с собой гроб. Прощаясь с матерью, прощаясь с братьями, сестрами, друзьями, они прощались навсегда. Они понимали, что больше этих людей не увидят. Они понимали, что и голос их больше не услышал. Увидимся в небесах, говорили они. Они понимали, что узнают о смерти родственников, родителей, только через 3-4 месяца после самой смерти. И родители узнают о их смерти только со временем. Мы уже обо всем этом забыли, потому что у нас самолеты, у нас телефоны, у нас скайп. Павел прощается с этими людьми, по-настоящему прощается. Это глубоко эмоциональная сцена. Он говорит, «Я предупреждал вас, я учил вас, я учил вас всему». 27 стих. «Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». А теперь будьте хорошими пастырями, добрыми пастырями. Теперь внимайте себе и всему стаду. Будьте пастырями. Наблюдайте за этим стадом, потому что Христос искупил церковь собственной кровью Своей. Это бесценные люди, потому что Христос пролил за них Свою кровь. Заботьтесь же о них. Пекитесь о них. Бодрствуйте. 29 стих. «Ибо я знаю, что по отшествии Моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо». Слушайте, дьявол ходит в церковь. Дьявол реально ходит в церковь. И люди, которые следуют за дьяволом, они тоже ходят в церковь. Волк не пытается держаться подальше от стада. Волк хочет как можно ближе подойти к стаду, потому что волк хочет пожрать это стадо, проглотить этих овечек. И для того, чтобы проглотить овечек, волку сначала нужно к ним подойти. Ему нужно быть среди овец. Не думайте, что всякий человек, с которым вы встречаетесь в церкви, автоматически христианин. Не думайте, что если человек ходит в церковь, то это благочестивый человек. Не думайте, что если девушка, ваша дочка встретила молодого человека в церкви, то все в порядке. Они познакомились с церковью, значит, все в порядке, хороший молодой человек. Нет, ничего подобного. Дьявол тоже ходит в церковь. Волк приходит к стаду. 29 стих. Ибо я знаю, что по отшествии в моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. И будут люди, которых вы знаете, которые вам нравились, о которых вы имели большие надежды. Эти люди встанут и попытаются увести за собой учеников. Когда я еще был студентом, самый эффективный, самый действенный, самый плодоносный, скажем так, служитель, молодежный пастор, ушел из служения, ушел в безнадственность, в аморальность. Второй по эффективности лидер студенческого христианского движения ушел из веры и стал атеистом. Я приехал в Европу, я присоединился к миссии, стал миссионером, потому что я доверял тому человеку, который был тогда лидером этой миссии. И сейчас я узнаю, буквально сейчас я узнаю, что он ушел, бросил свою жену и ушел к другой женщине. Оказывается, характер его прогнил. Он даже не говорит, я вообще не знаю, во что я теперь верю. Богословие человека продиктовано его нравственностью. Не удивляйтесь, когда это произойдет, говорит Павел. Может быть, вы, как молодой христианин, пока восхищаетесь взрослым христианином, более опытным христианином, а потом вдруг выяснится, что никакой он не христианин. Не отступайте от веры. Не удивляйтесь, не изумляйтесь. Во всем этом предупреждает нас Священное Писание. И об этом Павел предупреждает пресвитеров Эфесской Церкви в 20 главе Деяния Апостола. 31 стих. Посему бодрствуйте, памятуя, что три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. День и ночь. В английском языке говорят 24 на 7. У вас есть такое выражение 24 на 7. Что это значит? 24 часа в день, 7 дней в неделю. 24 на 7. Именно так говорит апостол Павел. Я учил вас, я предупреждал вас, я заботился о вас, я защищал вас 24 часа в день, 7 дней в неделю. А теперь вы заботитесь о тех, с кем я вам вас оставил. 24 на 7. 32. И ныне предаю вас, братья, Богу и Слово благодати Его. Не чувствуете себя оставленными, не чувствуете себя покинутыми, я предаю вас Богу. Можете себе представить, как чувствовали себя израильтяне после смерти Моисея? Можете представить себе, как чувствовали себя ученики после вознесения Иисуса Христа? А как чувствовали себя старейшины при свитере Эфесской Церкви, когда Павел им сказал, все, мы больше не увидимся, это прощание. Но Бог-то с нами, но Дух-то Святой с нами. Павел говорит, я предаю вас Богу, 32 стих, Слову Божьему, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. 33 стих, я ничего от вас не хотел. Я не хотел одеваться как кто-то из вас, я не хотел брать от вас деньги. Не знаю, кто из вас будет служителями, кто из вас посвятит всю свою жизнь служению. Но, если вы будете служителями, вы обнаружите, что в ваших церквях люди, которые работают на хорошей работе, которые так много денег, и у них будет машина лучше вашей, дома улучшены лучше вашего. Если вы служитель, то поймите, что в служении не разбогатеть. Богатеют служения лишь те, кто неправильно к нему подходит, лишь те, кто совершает не то, что нужно совершать. Смиритесь с этим. Поймите, что награда ваша будет не в этой жизни. Награда ваша будет не в этой жизни. Поймите, что награда ваша придет позже, И стоит, стоит ее подождать. Павел говорит, я не хотел ничего чужого, потому и работал вот этими моими руками, чтобы зарабатывать себе на жизнь, чтобы самому одеваться, чтобы было где жить. 35 стих. Во всем показал я вам, что так трудясь, надо поддерживать слабых. В посланиях он также говорит, я трудился. Скажу вам одну вещь по служению, по поводу служения. В служении легко спрятаться. Далеко не всегда кто-то за вами следит. Это не то, что вот с 9 утра до 5 вечера вы работаете в магазине, вы должны продавать, продавать, продавать. Или в офисе, где босс, начальник, который постоянно смотрит, пока вы сидите. А за компьютером. Многие служители сами определяют, что им делать с утра до вечера. И, к сожалению, у нас немало ленивых служителей. У нас немало служителей, которые избегают тяжелого напряженного труда. Павел говорит, если к служению подходить правильно, то служение будет тяжелым трудом. Служение никогда не закончится. А нигде в Священном Писании мы не увидим такого места, по которому можно сказать, так вот я это все понял, я это все уже осознал, мне нечего больше перечитывать. Когда наступит время, которое мы уже переговорили со всеми нехристианами? Когда мы всему научим молодых христиан? Когда мы можем сказать, что все, достаточно времени я вложил в этого человека или в это служение? Наша работа никогда не будет завершена. Наша работа требует труда. Конечно, каждому из нас нужна одна суббота, один из семи дней. Но все остальные шесть дней мы трудимся, упорно не покладая рук, трудимся. Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com В 35-м стихе перед нами весьма неожиданная вещь. В английском языке есть переводы Библии, в которых слова Иисуса Христа записаны красными буквами, красным шрифтом. Не знаю, есть ли такие переводы на русском языке, но такие вещи есть. А 20-я глава, 35-й стих Павел цитирует Господа Иисуса Христа. «Ибо Он сам сказал, блажение давать, нежели принимать». И вот что интересно. Эта цитата нигде больше не встречается в Библии. Посмотрите, Евангелие от Матфея – этого нет. У Марка этого нет. У Лукии этого нет в Евангелии. В Евангелии от Иоанна этого тоже нет. Иисус ничего подобного не говорит. Что же это значит? Это значит, что Павел и другие апостолы, и другие христиане, жившие в первом веке, имели доступ к некому количеству цитат из уст Господа нашего Иисуса Христа. Цитат, которые не были записаны в Евангелиях. Иногда люди пытаются заработать много денег на том, чтобы издать новые Евангелия. Например, буквально на прошлой неделе, неделю назад, я беседовал с замечательной немецкой семьей в Будапеште, благочестивыми христианами, но христианами, которые не научены. И жена достает книгу и показывает мне ее. Она сказала мне о том, что ей посоветовала прочитать эту книжку другая христианка. Книжка эта называлась «Евангелие от Иуды». Она спросила, «Вы читали Евангелие от Иуды?» Я говорю, «Нет, не читал». «Хотите почитать?» «Нет». «Почему?» Я говорю, «Потому что это духовная порнография». Я не хочу читать такую книгу. Это макулатура, это мусор. Она была в шоке. Она взяла книгу и сделала то, что сделали Эфесине в 19 главе Деяния апостолов. Выбросила. Выбросила мусорную корзину. Я ей об этом не говорил. Это ее собственность. Она может сделать с этой книгой то, что хочет. Но, услышав мое мнение об этой книге, она ее просто выбросила. «Евангелие от Иуды» представляет себя, как будто это книга о словах и делах Иисуса Христа. На самом деле, это подделка. Это ложь. Однако очевидно, что христиане в первом веке знали гораздо больше о словах и делах Иисуса Христа, чем мы с вами. Далеко не все записали евангелисты. Здесь перед нами пример этого. Павел цитирует из уст Иисуса Христа. Однако цитирует он устное предание, устную традицию. Павел знал людей, которые лично были знакомы с Иисусом Христом. Павел знал людей, которые лично слышали проповеди Иисуса Христа. Представьте себе, Павел никогда не встречал Иисуса Христа на земле, но он общается с людьми, которые знают Христа, которые общались со Христом. Он, наверное, к ним подходил и говорил, расскажите все, что он сказал, что он сделал. Все это было в то поколение, когда Новый Завет еще только писался. И Матфей, и Марк писали тогда свои Евангелия. Лука, скорее всего, часть своего Евангелия написал по пути во время второго миссионерского похода с Павлом. Иоанн напишет свое Евангелие несколько позже. Но Павел услышал слова, о которых не сказали, не записали Евангелисты. И он цитирует эти слова. «Блажение давать, чем принимать». То есть эти слова сказал Христос, они записаны в Деяниях, но не в четырех Евангелиях. Но тогда вопрос. Действительно ли мы верим в это? Действительно ли мы верим, что блажение давать, чем принимать? Ощутили ли мы это на практике? В Америке очень популярны лотереи. В Венгрии тоже популярны лотереи. Не знаю, бывают лотереи в России или нет. Я никогда не покупаю лотерейные билеты, потому что это определенная рулетка. Это достаточно глупая игра. Даже говорят так. Играющий на рулетке платит налог за собственную глупость. Потому что в рулетку нельзя выиграть. Можно только проиграть. Гораздо больше вероятности, что в вас попадет молния, чем вероятность выиграть лотерею. Но бедные люди покупают лотерейные билеты. Я бы никогда не купил лотерейные билеты. Но иногда я мечтаю. И приходят ко мне всякие фантазии. Я не играю на рулетку, рулетку, но бывают фантазии. Я думаю, а что если бы я выиграл лотерею? Я задумывался вот о чем. Готов ли был бы я все это отдать? Нет, не половину, не 90%, а просто все отдать. Как было бы здорово, если бы человек выиграл огромную сумму в лотерею и всю эту сумму отдал. Это поразительно. Отдать все, что выиграл. Люди, выигрывающие лотерею, выигрывают десятки миллионов долларов. Через пять лет обычно они очень-очень несчастны. Этот выигрыш оказывается для них проклятием. Но кто из нас по-настоящему верит, что блаженнее давать, чем принимать? Кто из нас ощутил это на практике? Кто из нас ощутил радость раздаяния? Радость отдать свое право. Радость отдать свою собственность. Так жил Христос. Так жил апостол Павел. Это мучил Христос. Это цитировал Павел. 36 стих. Сказав это, он преклонил колени свои и со всеми ими помолился. Тогда немалый плач был у всех, и падали на шею Павла, целовали его, скорбя особенно отсказанного им слова, что они уже не увидят лица его. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok